Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна, но есть еще все-таки люди, тоже там не без греха, и у каждого в прошлом есть какие-то проблемные моменты. Вот Левс, мне нравится его исполнение, его песни, много очень лирических песен. В инстаграме некоторые даже я выкладывал песенки его, значит, композиции. И что я хочу сказать, он не поддержал Пригожина, не поддержал Пригожина, когда тот начал скулить натурально и плакаться, что государство там должно поддержать, денежек мало, и артисты бедствуют, и Шнуров уже ему сосисочки из пятерки решил прислать. Бедные артисты, боже мой, Левс Пригожина не поддержал. Я считаю нормальный мужик, и правильно сделал, что не поддержал. Потому что, сколько мы видели, еще раз повторюсь, программ, где они жируют там, скандал вокруг высказаний Осипа Пригожина о чудовищном положении артиста во время пандемии, коронавирус, набирает обороты. Как оказалось, с продюсером, значит, несогласные коллеги по цеху. Григорий Левс, к примеру, сообщил, что философски относится к новым условиям жизни, продолжает восстанавливать голос, записывать музыку, работать на студии. Самоизоляция, он говорит, это испытание, но гораздо более легкое, чем те, которые переживали люди ранее. Войну, холод и реальный голод. Ну, я здесь могу сказать, что все-таки добавлю от себя, я, конечно, оценю положительное здесь, в принципе, то, что Левс занял такую позицию. Но все-таки и сейчас очень сложно. Понятно, что это не сравнить с войной, холодом, голодом и так далее реальным. Но некоторые реально голодают. И для них это такой же мрак и такой же страх, как и война и блокада Ленинграда, понимаете. Это также такой же голод. У человека нет денег, например, чтобы купить продукты, питание. А в целом, конечно, позиция очень правильная. Что говорит Левс? Ну, бедные артисты, говорит, прям, боже мой, голодают они. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях, приводит слова Левса, лента.ру. Абсолютно верно, абсолютно верно. Если уж вы начинаете скулить, что тогда вы скажете об обычных людях, у которых зарплата 15 тысяч рублей, которые они не увидели и не получают уже хрен знает сколько. Значит, ну вот, в принципе, все. Я хотел просто сказать, что не все, не все в шоу-бизнесе поддерживают вот эту вот, вот эту вот сейчас мысль, высказанную Пригожину. И я очень рад, что Левс оказался в числе тех, кто открыто, открыто осудил Пригожина и его высказывание. Пишите, ребята, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, до встречи. Продолжение следует...